На предстоящей неделе наша страна празднует один из самых главных национальных праздников, это Наурс Мирама, День Весеннего Равнодействия и Возрождения. Мы от всей души хотели бы поздравить всех с наступающим праздником Наурс Мирама, пожелать всем счастья, здоровья, успехов, процветания и всего наилучшего. Касательно предстоящих мероприятий на предстоящей неделе, позвольте остановиться на главных событиях, это сегодня 18 марта по линии Сената Парламента Республики Казахстан проходит расширенное заседание Комитета по экономическому развитию и предпринимательству по законопроектам о государственных услугах и о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам государственных услуг. Ранее эти законопроекты были утверждены Можилистом Парламента Республики Казахстан и были направлены на рассмотрение Сената Парламента Казахстана. Ключевая цель принятия законодательства – это повышение прозрачности процесса предоставления государственных услуг, обеспечение прав потребителей, а также четкое определение и рекламентация общественного контроля оказываемых государственных услуг. По линии правительства на предстоящей неделе также запланировано важное мероприятие. В частности, сегодня, 18 марта, премьер-министр Казахстана Серик Ахметов проведет совещание по вопросам гражданской авиации и новой бюджетной политики. Ключевой целью совещания по вопросам гражданской авиации является обсуждение вопросов ужесточения контроля и безопасности пассажиров и авиаполетов в нашей стране. 19 марта под представительством премьер-министра Казахстана Серик Ахметова также пройдет очередное традиционное заседание правительства Казахстана. В этом же день, 19 марта, Министерством транспорта и коммуникации Казахстана планируется организация пресс-конференции с презентацией мобильной версии электронного правительства. Пресс-конференция будет в прямом эфире транслироваться на сайте Ордком КИЗ. Мобильное приложение ИГОВ КИЗ доступно на казахском и русском языках и служит для получения справочной информации о плате налогов, штрафных санкций, коммунальных услуг и других иных видов услуг. Использование современных технологических возможностей посредством мобильного приложения ИГОВ КИЗ будет способствовать повышению более широкой доступности государственных услуг для населения нашей страны, снижению уровня крупцогенности в нашем обществе, а также существенной экономии денег, времени и средств наших граждан. В ходе правительственного заседания 19 марта планируется также обсудить ход реализации государственной программы развития здравоохранения в нашей стране, в каком известно была принята программа «Саламат Казахстан», которая рассчитана на 2011-2015 годы. С информацией о ходе и реализации данной государственной правительственной программы выступит министр здравоохранения Казахстана Солидат Айребекова. Продолжая тему здравоохранения, также хотелось бы отметить, что на предстоящей неделе Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с областными акиматами будут проведены различные мероприятия в рамках Международного дня по борьбе с туберкулезом. Как вам известно, этот Международный день по борьбе с туберкулезом отмечается 24 марта. Хотелось бы подчеркнуть, что борьба с туберкулезом является весьма важным направлением государственной политики здравоохранения. Значительным достижением противотуберкулезной службы за последние 5 лет можно считать снижение заболеваемости населения у нас в стране на 35%, а также снижение смертности на 57%. И эта работа по снижению заболеваемости туберкулезом будет активизирована в рамках противотуберкулезной программы в 2013 году. Данная программа будет продолжена совместно со Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Республики Казахстан под девизом «Остановите туберкулез, пока я жив». На предстоящей неделе также будет продолжена ознакомительная рабочая поездка первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан, министра регионального развития Бахчана Сагантаева. На 20 марта запланирована рабочая поездка Бахчана Сагантаева к Арганзинскую область. Уважаемые коллеги, как вам известно, глава государства на 13-м съезде Народной демократической партии Нур-Атан особо подчеркнул, что Народная IPO представит сотням тысяч казахстанцев возможность владеть акциями крупнейших предприятий национальных компаний Казахстана и является новым инструментом инвестиций и преумножения сбережения населения. В этой связи сегодня, 18 марта, в Астане под представительством заместителя премьера-министра Казахстана Карята Килимбетова состоится пресс-конференция, посвященная выходу на фондовый рынок компании второго уровня в рамках программы Народная IPO. На ней примут участие члены правительства Казахстана, руководство партии Нур-Атан, а также руководители компании, акции которых выводятся на фондовый рынок. Хотелось бы в этой связи подчеркнуть, какие главные преимущества Народного IPO для нашего населения. Это, прежде всего, предлагаемая для населения ниже рыночная цена акций компании, возможность последующего получения гражданами Казахстана прибыли. Народная IPO способствует развитию локального фондового рынка. Владельцы акций национальных компаний становятся, по сути, инвесторами для ряда приоритетных программ, обеспечивается и поддерживается статус публичности этих компаний. Множество собственных компаний повышает требования к уровню их корпоративного управления. Напомню, что в 2013 году в рамках программы Народная IPO запланировано в целом участие таких национальных компаний, как Акционерное общество КИГОК, Эйрастана, КАЗ Трансгаз, Акционерное общество Самрук Энерго, а также Акционерное общество КАЗ Мор Трансфлот. В Астане 19 марта под представителем правления Акционерного общества Самрук Казна Мурзака Шукеева пройдет расширенное заседание Общественного совета по вопросам развития казахстанского содержания при Самрук Казна с участием национальных компаний, представителей НЭП, Союз АТАМИКЕН, политических партий и бизнес-сообщества нашей страны. В ходе встречи представители фонда и бизнес-кругов обсудят новые правила закупок Акционерного общества Самрук Казна. 19 марта в Астане Агентство Республики Казахстан по делам религий совместно с Министерством иностранных дел нашей страны проведет международную конференцию на тему свобода вероисповедания в Казахстане. Напомню, что Казахстан был избран в качестве члена Совета ООН по правам человека, и вопросы соблюдения прав человека, демократических ценностей являются для нашего государства фундаментальными приоритетами. В настоящее время в нашем государстве также продолжается активный процесс реформирования уголовного законодательства. Согласно новому политическому курсу «Казахстан-2050» реформирование уголовного законодательства направлено прежде всего на гуманизацию. Вместе с тем, как вам известно, президент страны на встрече с представителями и руководителями силовых структур четко обозначил и отметил необходимости формирования и закрепления культуры в нашем обществе нулевой терпимости ко всем видам беспорядка. В этой связи хотелось бы обратить внимание на проведение в Астане 20 марта международной научно-практической конференции на тему нового уголовного законодательства Казахстана «Проблемы, тенденции и пути совершенствования». Организаторами конференции выступят Институт законодательства Республики Казахстан совместно с Министерством юстиции, Общественным фондом, Международно-правовая инициатива, Региональным представительством международной тюремной реформы в Центральной Азии, а также при содействии и поддержке посольства Нидерландов в нашей стране. Это те наиболее важные мероприятия, которые предстоят на этой неделе. Как вам известно, с 21 числа наша страна отмечает на Урзмирама, поэтому основная масса мероприятий по линии государственных органов запланирована на первые три дня этой предстоящей недели.